Аноним, здравствуйте, и по вашему вопросу можно было вам сказать много чего, но поскольку именно то, что спрашиваете вы, является достаточно конкретным, то я отвечу на эту самую конкретику. Если у вас есть вопросы относительно дальнейшего, то с радостью вам на них отвечу тоже. А пока что вы спрашиваете, значит, какова вероятность, что вы интересуете кого-то из способных мужчин. Основная проблема, которая видится внизу, заключается в том, что вы изначально нарисовали сами себе образ мужчины, которые мануют в снеге, такой вот минимум, ниже которого вы не обыскнитесь. Соответственно, мужчину вы выбираете, вот по вашему письму складывается такое ощущение, что мужчину вы выбираете по определенным критериям. Так вот, если мужчина может то-то, 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 делает то-то, 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 обладает теми-то, теми-то, качествами, то он вам интересен, если нет, то нет. Только заключается в том, что те ссоры, которые вы описали несколько книжек, происходят не из-за отсутствия денег, на самом деле, а из-за необраздавшихся надежд, из-за разочарований, и из-за того, что каждый человек в таких отношениях рисовал сам себе образ другого человека. Когда выяснилось, что этот образ другого человека не имеет ничего общего с человеком реальным, то оказалось, что люди друг друга не слышат. Они не слышат друг друга, они не понимают друг друга, они не стремятся понять другого, они не заботятся об интересах другого человека. И вот именно из-за этого и возникает та проблема, которую вы пишете. Соответственно, чтобы заинтересовать мужчину, необходимо в первую очередь дать ему то, что ему нуль. Необходимо принять его таким, как он есть. Необходимо безусловно его уващать, безусловно стремиться сделать его счастливым. И вот до тех пор, пока вы не стремитесь сделать мужчину счастливым, у вас практически шансов заинтересовать нет. Я не буду здесь говорить про материальное положение, потому что ваш вопрос не об этом, но допустим вы увидели мужчину, который вам подходит. и вы захотели, чтобы он вами заинтересовал. Хорошо. Для этого необходимо, как я уже сказал, сделать его счастливым. Чтобы сделать его счастливым, нужно понять, что он хочет, понять, что ему нужно, понять, какие у него интересы, ценности, желания, идеалы. Принять это все, безусловно, вместе с его недостатками, какими-то и минусами. Далее. Посмотреть, что дают ему другие женщины, если они, эти женщины, были с ним до вас. И дать то же самое, плюс еще что-то другое, но лучше, качественнее, искреннее и без размертно. И вообще для отношений, безразмерность является основным, основным критерием. Если вы рассчитываете, что мужчина вам что-то даст в отношениях, и не преследует цели, просто безусловно, сделать его счастливым, безусловно, что-то отдать ему, просто потому что вам хочется сделать жизнь этого человека счастливой, шансы на то, что вы заинтересуете кого-либо, очень малы. Потому что это, то, о чем говорите вы, является скорее построением отношений по расчету, а не на основании чувств, истинностей, и так далее. Поскольку для духовной связи, для любви, для привязанности, для взаимоуважения, материальной ценности и материального положения отношений не имеют. Соответственно, если вам ближнее отношение по расчету, то здесь необходимо опять-таки понимать, что такое отношение по расчету. Это договор. Мужчина объясуется вам по этому договору, что-то дало. Подсчетно содержать вас, одевать, обеспечивать и так далее. И это может быть при том условии, если вы целиком, полностью обучаете его уже требования. То есть здесь нужно четко понимать, чего хочет мужчина, чего хотите вы, и можете ли вы друг другу это дать. Если нет, то отношений не получится. Потому что должно быть удобно. там, где нету чувств, нету привязанностей, нету какого-то безусловного принятия человека, доставить удобство и комфорт. И если вы хотите получать от мужчины что-то определенное, вы знаете, что это, и для вас это важно, и вы не приемлете другого ничего, то мужчина точно так же будет относиться к вам, он точно так же будет требовать от вас ничего-то. Существует и другой вариант. Вариант такой, что мужчина значит в вас влюбится и захочет быть с вами, а вы будете как бы позволять ему себя любить. В этой ситуации каждому мужчине нужен свой подход. Допустим, вы начали общаться с кем-то, вы начали взаимодействовать с кем-то, с кем-то, кто вас устраивает по тем параметрам, которые вы для себя выявили. Хорошо, хорошо, выявили. Параметры устраивают, но мужчина пока остается к вам равнодушным. Что в этой ситуации можно сделать с вами, чтобы вот возбудить нам чувство. Что нужно сделать? Необходимо дать ему понять, что вы та женщина, которая может сделать его счастливым. Это очень важно донести своим поведением, отношениям, общением и т.д. Для этого постепенно процесс сообщения вначале вам нужно проявлять себя как загадочную неприступную женщину, чтобы у мужчины проснулось желание вас завоевать и никогда не давать ему понять, почувствовать, что он до конца вас завоевал. Это означает вести себя как независимую, как целеустремленную, как знающую, чего она хочет женщину. Это значит всегда быть по крайней мере для мужчин, чтобы он не расслаблялся, чтобы он знал, что полностью ему вы не принадлежите, что в любой момент вы можете сорваться и уйти. И вот только тогда вы можете привязать к себе мужчину действительно, благодаря чувствам с его стороны хотя бы, благодаря любви, благодаря потребности делать вас своей таковы были варианты построения отношений в той форме, в которой, как мне видится, вы хотите их построить. если касается истинных отношений, то об этом разговоры отдельные и вы об этом не спрашиваете. Далее, отвечаю на ваш вопрос, сможете ли вы прошить одна? Вопрос не совсем понятный, потому что в узком смысле этого слова просить одна вы безусловно сможете. Просто потому, что без мужчины вам угрожать ничего не будет. В широком смысле этого слова, если вы имеете ввиду уровень жизни без мужчины, бизнес завис полностью от вас. И в идеале, в идеальном случае, именно сперва, прежде чем вступать в отношения, необходимо, желательно вам самой обрести независимость, обрести финансовую опору, почву, фундамент, чтобы выступать в отношениях с мужчиной равноправно, независимо, равное ему. И вот тогда отношения будут наиболее гармоничными, наиболее приятными, наиболее крепкими. Но в вашей ситуации, если вы пишете, что проживете ли вы одна, то да, проживете, это зависит от того, насколько вы можете себя обеспечить самостоятельно. Сможете ли вы дать себе достойный, по вашему мнению, уровень жизни, сможете ли вы дать себе, по вашему мнению, опять-таки, достойное материальное обеспечение, если да, то сможете прожить и без мыши. В конце концов, многие, ну, немногие, какая-то сейчас женщины, так и живут, без мыши. Другое дело, счастливы, Но это уже вопрос, опять-таки, касающийся другой области. На этом все, надеюсь, вам помог, пока желаю вам всего доброго и удачи, если какие-то вопросы появились, обращайтесь в личку, куда-то с вами. Субтитры создавал DimaTorzok